Крещение Господне пройдет в четверг. Освещать воду будут на озере Светлое. Все желающие смогут окунуться в ледяную воду, совершив обряд. Само празднование начнется уже накануне. В Петропавловском кафедральном соборе пройдут торжественные службы. В ночь с 18 на 19 в 23.00, а также утром. Для удобства, кто не может посетить ночные богослужения, сможет прийти утром. Утром начнется в 9 утра. Также традиционно будет освещение, великое освещение воды. Это будет и во время самих праздничных богослужений, а также будет традиционно 19 днем совершено на озере Светлом. 12 часов дня. Организаторы уже оборудовали место. Купель почти готова. Стоит ограждение. В день крещения установят раздевалки. Экстренные технические службы составляют график дежурств сотрудников. Как и в прошлые годы, за безопасность нефтекамцев будут отвечать сразу несколько ведомств. Идет подготовка к празднику Крещения Господня. Задействованы все службы города. Пожарная часть, полиция, администрация. Дежурить будет пожарно-спасательная часть номер 37. Будут дежурить, пока будет идти народ. Практически всю ночь. На месте будут дежурить и медики. Машины скорой помощи расположатся вблизи водоема. Врачи напоминают, что окунаться в ледяную воду некоторым строго противопоказано. Резкий перепад температур может привести к серьезным осложнениям. Мы категорически запрещаем гражданам окунаться в воду, у которых есть острые респираторные заболевания, которые перенесли буквально недавно простудные инфекции, людям с хроническими заболеваниями. Особенно это касается хронических заболеваний бронхолигочной системы, сердечно-сосудистой и мочеполовых систем. Также в холодную воду. В эти холодные морозные дни мы не рекомендуем окунаться беременным женщинам, малышам и людям старшего возраста. Медики рассказали о том, какие вещи следует взять с собой, а также как вести себя после совершения ритуала. От соблюдения техники безопасности зависит и жизнь, и здоровье. Взять с собой обязательно махровое полотенце, тапочки, туристический коврик и халат. Нахождение в воде не должно быть более 1-2 минут. Не погружайтесь головой. Это чревато особыми последствиями. Но аж после того, как вы вышли из проруби, обязательно протрите тело махровым полотенцем, накиньте халат, наденьте тапочки и теплую воду. Обязательно попейте горячий чай, либо морс. Точки с горячими напитками и выпечкой будут расположены на берегу. Употреблять алкоголь запрещено до и после погружения. Нельзя пить и воду из озера Светлое, хотя она и будет освещена. Набрать пригодную для употребления святую воду можно в Петропавловском кафедральном соборе. Карина Анисимова, Ильгиз Мениханов. Время новостей.